По понятным причинам посетить музей пока не получится, однако сами они готовы прийти к вам домой. За время карантина проведен целый ряд мероприятий в онлайн-формате. О том, как живут музеи за закрытыми дверями и чем они будут удивлять первых посетителей после открытия, узнаем прямо сейчас. Огромное количество экспонатов египетской тематики, приехавшей в наш город из Санкт-Петербурга, увидеть воочию успели далеко не все. Жизнь во время карантина все равно, что в заточении, как, например, в этой египетской пирамиде. Я думаю, Тутанхамон прекрасно понимает всех повладарцев. Однако мультимедийному музею ЕРТЭС пандемия не помеха. К новым реалиям долго приспосабливаться не пришлось. С современными технологиями здесь на «ты». Наведите на планету, потом кулак сжимаете, вот так, что вы видите. Ух ты! Больше, меньше. Сотрудники музея времени зря не теряли. Все это время занимались подготовкой новых проектов, проведением онлайн-экскурсий, совершенствовали свои арт-инсталляции и старались радовать повладарцев различными конкурсами в социальных сетях. У наших сотрудников возникла такая идея провести челлендж, посвященный окончанию Великой Отечественной войны. И выиграл его мальчик трех лет. Зовут его Амир. Совсем другое дело – дом-музей Павла Васильева. Переступая его порог, возвращаешься на целый век назад. Атмосфера, которую невозможно передать через экран смартфона. И я думаю, что одно дело, конечно, посмотреть экспонат на экране гайджета или компьютера, и совсем другое – зайти сюда. Вообще, вот есть такое же мнение, что в музее очень быстро устаешь, потому что там каждый шаг – эпоха. В нашем музее, мне кажется, устать невозможно, потому что здесь как будто остановилось время. Тем не менее, говорить о творчестве великого поэта здесь не переставали ни на мгновение. И мы делали такие онлайн-лекции с привлечением наших фондовых материалов. То есть мы начитывали текст, ставили фотографии, видеофрагменты и знакомили повладарцев с творчеством Павла Васильева, с творчеством советских поэтов. Более того, к 22 июня готовится релиз сборника стихов повладарских поэтов и писателей о Великой Отечественной войне. В общем, работа кипит. Главная миссия хранителей истории – напомнить ценителям, что искусство всегда рядом. И даже несмотря на карантин, мы понимаем, что жизнь все-таки продолжается. Яргалера Мазанула, Даулет Кошкирбаев, Герта Сахпарат.